Ходить по стропе на трехметровой высоте и выполнять при этом невероятные трюки в столице все популярнее слэклайн. Современные канатоходцы активно тренируются в парках. Еще один способ получить порцию адреналина – пройти каскад испытаний в веревочных городках. Мой коллега Александр Хоровец на Сибирь испытал необычное увлечение экстремалов. Это, пожалуй, самая эмоциональная часть веревочного городка. Спуск 40-метровой тарзанки. Всего же здесь 19 непростых этапов. Но обо всем по порядку. Расположилась эта полоса-преград на высоте среди вековых сосен в парке Челюскинцев. Небольшое обучение, и вот мы с инструктором Виталием Савруном преодолеваем первые препятствия. В этом экстремальном отдыхе главный акцент сделан на безопасность. Это очень безопасно, потому что здесь существует непрерывный карабин. Вот он. Он одевается в начале и снимается в конце. Его на протяжении всего маршрута невозможно снять. Опа! А вот и проверка страховки в действии. Всего же здесь три трассы, разделенные по сложности. Минимальный возраст посетителей – три года. Общая протяженность маршрута – 180 метров. Вот он, элемент суперсмелости. Вообще все препятствия здесь находятся на трехметровой высоте. И все же настоящее испытание для вестибулярного аппарата – слэклайн. Или хождение по натянутой стропе. Александр Хлебцевич этому необычному занятию посвятил 4 года жизни. Сегодня может не только уверенно передвигаться по тонкой ленте, но даже делать трюки в ограниченном пространстве. Самое главное правило – вы не смотрите под ноги, смотрите в конец стропы, там, где он закреплен. И стараться держать спину ровно, руки в сторону. То есть держаться на такой буквой «П» перевернутой. Это самое красивое, идеальное. Шатает очень сильно. Я не знаю, как сделать хотя бы один шаг и отпустить руки. Ну, два сделал, собственно говоря, все, на что меня хватило. Слэклайнеры признаются – ходить по стропе можно в любое время года. Главное, чтобы с погодой везло. Для тех же, кому экстрим не по душе, подойдет скандинавская ходьба. Казалось бы, взял палки и пошел оздоравливаться. Но это и есть самое большое заблуждение. Для того, чтобы получить глоток здоровья, необходимо освоить специальную технику ходьбы. Да, вы абсолютно правы. Техника в этом виде спорта очень важна. Ну, во-первых, естественно, обувь. Да, обувь должна быть без каблука. Колено, бедро должно быть расслаблено. Расслаблено. Палочка у нас всегда становится под острым углом, для того, чтобы мы могли хорошо на нее опереться где-то приблизительно на середине шага. Локоть обязательно должен быть, он должен быть прямой, то есть не согнутый, но и не вытянутый. Легкий, свободный, расслабленный локоть. И корпус чуть выходит вперед. Кстати, возрастных ограничений для занятий скандинавской ходьбой не существует. И, как признались нам сами спортсмены, даже в 70 лет этот спорт окрыляет. Что мне это дает? Дает бодрость. Видите, я вот так ходить даже не могу. Я люблю летать. Александр Хоровец, Андрей Христин и Александр Олешко. О здоровых увлечениях в твоем городе.